Нас пересажают от всех. Всем привет, с вами Торч и Айгарда. И мы снова обсуждаем насущные фильмы, которые вот выходят на этой неделе. Очень жидкая неделя, предположим сразу. Очень жидкая. Жидко, как прионос. Так что готовьте свои мяшки, и сейчас по ним захлестает как следует. Ох ты ж батюшки. Какой у нас фильм главный на этой неделе? Расскажи мне, пожалуйста. Уж ты, я лей, я лей на мою душу. Легенда о Коловрате. К сожалению, не о группе Коловрат. А я думал, Байопик. О, Байопик о группе Коловрат. Был бы не плохо. Нету, нету сегодня. А сегодня пойдет у нас сказ о фильме Легенда о Коловрате о Евпатии. Евпатии, о врат. Это обращик россиянского искусства. Да, вот прям вот, вот, прям алмаз не граненый. Вот прям вот, когда вы думаете о русском кино, вот получается Легенда о Коловрате. Легенда о Коловрате. Нет, ну стой, на самом деле мы до сих пор не смотрели. Мы же не смотрели фильм. Может он гени... Счастливый ты. Коловрат! Месь на стену зовет! Здравствуй. Собирай свой десяток. Какой-то там был этот... Что, волкодав из племени петухов? А я думаю, ты типа вспомнил этого самого Викинга с Козловским. Викинг с Козловским! Но я хочу сказать, что там хотя бы Козловский был. А тут нет Козловского. Никого нет. Вот если вы думаете, что какой-нибудь русский актер есть в этом фильме, Его там нет. Даже Гоша Куценко. Никого нет. А режиссер? Режиссер! Я вот себе на бумажку выписал, у меня не пропечаталось. А у него пропечаталось. Иван Шуховецкий. Шурховецкий. Шурховецкий. Известен в народе, как... Как это? Что? Кто-кто родил? Родил. Родил. Мать. Мать таких образчиков. Искусство как... Сериал Туман. Сериал Туман. Семь баллов на Кинопоиске. Семь баллов на Кинопоиске. Это, кстати, хорошая цена. Дальше лучше. Дальше гораздо лучше. Прекрасный сериал под названием Аманда О. Я бы сказал... Аманда О. Который получил от зрителей полтора балла из десяти. А это даже Даунус Одноклассников и те не посмотрели. И вот такие вот люди снимают наше кино. За наши денежки. За наши триста шестьдесят миллионов рублей. Миллионов налогов. Вот сколько ты получил денег за этот месяц, работяга. А вот они триста шестьдесят миллионов рублей попилили. Я знаю, куда ушли эти деньги. В компьютерную картинку. Если посмотреть, то картинка настолько компьютерная. Нет. Даже не графон плохой. А там просто все пропитано компом, как это было у Зака Снайдера в Тракстаг Спартанцев. Замахнулись-то на великое. Все пошли, и я пошел. Все нашли, и я нашел. А сегодня поутру... Все помрут, и я помру. Я считаю, за триста миллионов рублей лучше бы сняли фильм о группе «Коловрат». Да. Я думаю, их жизнь была не менее интересная, чем и «Евпать его». Короче. Вот так вот. На это обязательно нужно идти. Безусловно. Нужно окупить, понимаете ли? Ну, конечно. Вон в кино безвозмездно выделил триста миллионов. Их нужно отбить. Вдруг они и сикл захотят снимать. «Легенды о «Коловрате-2». Да, конечно. Возвращение. В чем проблема таких фильмов? Нельзя, нельзя впихнуть туда продаку. Вот лейсмент. Лейсов каких-нибудь. О, телефон на Самсун. Я думаю, ты плохо думаешь о наших русских киноделах. О, а это что такое? Так это же водка, не мир. А это хохляцкая враги. Какая типа водка? Журавли. Да, журавли, журавли. Или типа такие стоят, смотрят. Смотри, журавли полетели. Ух, как в водке сейчас выпить будет. Да, вот и нормально. И такая, оп, как неплохо, да? Вот как реклама в наших выпусках. Никто же не замечает, а мы денег-то... Вот сколько получаем. Скоро фильм про «Коловрат» снимем. Что ж, если вас по каким-то причинам вдруг не устроило русское кино... У нас для вас есть кое-что замечательное. Замечательное. Драма. Возвращивляющее. Дыши ради нас. Короче, режиссер этого фильма, самое главное, что надо знать об этом фильме, на мой взгляд, да, это Энди Серкис, его первая режиссерская работа. До этого он играл роли Горлума, Горлума, Кинг-Конга, этого самого Цезаря, из этих самых «Игры престолов», хотел сказать, из «Планеты обезьян». Короче, если где-то какой-то компьютерный хер есть, весь компьютерный хер, то 90% что его играет Серкис. А он еще играет в «Звездных войнах», да, вот это самое. Диана, речь идет о твоем будущем. Вы с ним едва знакомы. Он тот самый, я уверена. Люблю тебя, Робин. Что-то мне нехорошо. Не могу пошевелиться. Робин, нужен дыхательный аппарат. Че, про че фильм-то? Фильм, да, обычная слезовыжимательная. Драмка про несчастную жизнь Эндрю Гарфилда. Эндрю Гарфилда, да. Которого вы помните по еврейскому «Человеку-пауку». Да, не путать, так сказать, с израильским «Человеком-пауком», но это одно и то же. С палестинским «Человеком-пауком». Значит, он что-то там, что-то с ним нехорошее происходит. Да, он заболел по полиамелитам, дышать не может, парализован, страдает. Там семья у него, грустно, слезы кап-кап, все дела. А он хочет жить, любить, счастье. И там что-то придумывает, их в конце такой, типа, ну, драматический хэпиен. Наверное, умрет, наверное, я думаю, что в конце он умрет. И все будут плакать, но это будет такая светлая грусть. Для кого это в кино? Для баб. Если ты баба, друг. Тебя единственная баба, которая нас смотрит. Иди на это кино, бери подругу, рыдайте там. Это будет в самый раз. Твоя жизнь, это моя жизнь. Я хочу не просто выживать, а по-настоящему жить. Любовь моя. Жизнь моя. На этой неделе очень жиденько, жиденько сходили киноделы. На этой неделе. Смотреть особо нечего. Туалетную бумагу на Евпатия Калаврата извели. 364 миллионов рулонов. Все нормально, там мощный блокбастер у нас есть. Драмка. Поплакали, испугались, обосрались. Это я про Калаврата. Я не знаю, что еще сказать. Что? Клайк? 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 Клакол. Клаколчик? Смотри, я теперь запомнил наш новый жертв. Оставляйте комментарии, подписку, ху-ку, пиписку. Да, пока!